Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию выполнить небольшой стример перьевой, который практически можно изготовить из тех материалов, которые имеются у вас в наличии. Допустим, вот такие, как я показываю, скальпы курочек или же петушков китайских можно приобрести через интернет свободно. Я взял крючок, огрузил его свинцом, совсем немножко, так как учитывая то, что стример наш будет работать на определенных глубинах, я его сильно не огружал. Крючок я использую, так же вот мне попался на глаза вот такой хороший стримерный, и из него мы сейчас изготовим с вами стример. В качестве хвостика у меня имеется вот такой крашеный хороший кролик. Учитывая то, что хвостик у нас должен быть небольшим, но достаточно подвижным, лучшего материала для изготовления хвостика придумать невозможно. Совсем небольшую щепоточку. Если, конечно, у вас имеется перо марабу, можно использовать перо марабу. Это уже не столь принципиально. Подшерсток я не удаляю, только лишь подравниваю кончики. Можно использовать, конечно, если есть очень нежный мех песца, но в данный момент с кролика лучше. Или же зайца. Но у зайца такой длины шерсти мы не найдем. Промажем место крепления клеем. И вот такой длинный хвостик нам будет вполне достаточно. Теперь нам необходимо с вами добавить люрекс в наш хвостик для того, чтобы наш стример имел хорошую привлекательность. Я, как обычно, можно кристалл флэш сильно не запутается. Можно вот у меня имеется вот такой плоский голографический хороший люрекс. Любой блестящий элемент, который у вас будет в наличии. Переламываем с одной и с другой стороны, подровняем и закрепим еще сверху. хорошую такую щепоточку. Годится. В качестве допустим основного элемента, с которого мы будем изготавливать тело, мы будем использовать даббинг. Даббинг здесь может использоваться любой, но желательно использовать так, чтобы у нас в определенных местах уже могло просматриваться, так как у нас закрыто будет по плоскостям пером, сверху и снизу у нас будет просматриваться с вами тело. Поэтому подберете себе. Я обычно использую всегда рыжий. промажем место крепления. Можно промотать, можно не проматывать, так как мы даббингом уже сразу подровняем и придадим форму нашему стримеру. нам необходимо еще закрепить такой элемент, чтобы можно было закрепить нам наш даббинг, просегментировать. Ну, как обычно, я использую вот такой люрекс. Можно проволоку, леску, все, что у вас будет под руками. Крепим его здесь. и как всегда слегка промажем клеем нашу нить. Я буду использовать пряжу штапельную, поэтому у меня нет необходимости сильно промазывать. Можно использовать, как я уже говорил, любой даббинг. Вот я беру вот такого слегка морковно-оранжевого цвета и вытаскиваю ровно вот так вот прядь из той пряжи, которая у меня имеется. И, как обычно, тонкой стороной подхватываем. Прихватили и начинаем формировать тело. не доходим примерно совсем 5-6 миллиметров до окончания свинца. Я буду использовать вот другой даббинг. Можно красный, можно еще более яркий оранжевый. Тот, который, допустим, вам будет больше подходить. Это я чисто символически буду обозначать место атаки привлечения нашего хищника. Выглядит этот даббинг приблизительно вот так. Довольно-таки хорош тоже в работе. наносим немножко, формируем даббинговую нить и оставшуюся вот эту треть нашей грудки сформируем нашим малиновым даббингом. Как раз хорошо. Дошли до крепления свинца. Теперь нам необходимо с вами просегментировать. Выберите для себя удобно как вам будет шаг. Пять, шесть, семь, восемь оборотов. Это уже не столь принципиально. доходим до свинца и закрепим наш материал. Остатки удаляем. На место закрепления нанесем капельку клея и подготовим наши перья. Но прежде чем мы будем с вами крепить наши перья, нам необходимо еще закрепить щепоточку блестящего люрекса. Берем приблизительно вот такую хорошую щепоточку люрекса. желательно чтобы он был у нас достаточно жестким и крепим его как крыло сверху. Переламываем и хорошо теперь закрепим наш люрекс. Подровняем по длине. Он должен доходить приблизительно до середины хвостика. Ну и как всегда добавим клей. Уже проверенный вариант вот в таком количестве допустим блестящего элемента хорошо работает практически форель. Щука тоже не пропускает чуть в меньших габаритах берет плотва окунь окунь тоже в этих габаритах берет. Вот я подготовил вот такие два перышка и теперь нам необходимо с одной и с другой стороны их уложить по краям вот так чтобы они огибали. Длина должна доходить хотя бы до середины хвостика. Подберете для себя так перышки чтобы длины их было нам вполне достаточно. Подхватили следим за тем чтобы длина с одной и с другой стороны наших перьев была одинаковая. Это самый такой будем говорить дешевый вариант для того чтобы можно было изготовить нам стример в домашних условиях. Можно использовать и джунглевый петушок петушка и все возможные другие перья. Но учитывая то что у нас канал мушки из подушки поэтому мы должны с вами использовать тот материал который мы можем найти в повседневной жизни. Хорошо закрываем и удаляем теперь с вами остатки. Удалили с вами остатки одних перьев и теперь нам необходимо с вами закрепить с одной и другой стороны вот уже другого оттенка перышки так чтобы они у нас доходили до середины нашего крыла вот м так что «это теперь б ate литра» , « масса, а также закрепим и удалим остатки закрепили весь материал и как вы видите я сбоку добавил обыкновенный вот такой плоский люрекс с одной и с другой стороны опять нам теперь понадобится наш симпатичный вот такой малиновый даббинг для того чтобы мы вот ровно крепление нашего свинца и где крепили крыло могли вскрыть нашим даббингом вот столько нам будет вполне достаточно и теперь нам необходимо с вами изготовить опушку я также вот по остаткам подготовил вот такое перышко гризли которая мало-мальски подходила по величине пера можно использовать любое перо которое вы найдете в своем загашнике может быть и курица может быть и петух в идеале как я уже говорил перо должно быть мягкое но и опять же величина оборудок должна соответствовать закрепили наше перо и поменьше сделаем обмотку и поменяем нить закрепили перо я буквально капельку капнул лака еще необходимо будет нашу головку неоднократно проходить и как вы видите довольно таки привлекательный стример готов к работе пробуйте с материалами как вам будет удобно то есть перо практически можно использовать любое какое вы захотите какое у вас будет главное подберете для себя контраст благодарю вас за внимание до скорых встреч